Судьба золотых медалей первенства Краснодарского края по гонболу решилась во время дерби. Первые и вторые места заняли две команды кубанской столицы из второй и третьей детско-юношеских спортшкол соответственно. На бронзу сыграли гонболистки Крымского района. Турнир организован Краевым министерством физической культуры и спорта. Один день из дневника соревнований в нашем следующем сюжете. В этом году за медали сражались семь команд. Три представляли Краснодар, еще четыре приехали из Павловского, Темрюкского, Тимошевского и Крымского районов. За победу боролись девушки 2004 года рождения. Мария Трегубенко выступала в составе команды Краснодар-2, которая сошлась на площадке с павловчанками. У нас много сил, много целей. Появилась уже сыгранность. Мы знаем, что мы можем победить и мы собираемся это делать. Он однозначно нужен. Игровой опыт, несмотря на силу команды, всегда необходим. Я считаю, что этот турнир один из важных пока в начале сезона для нас. Итог встречи 31-5 в пользу Краснодара-2. Тренера команды Ирину Кос результат порадовал. Она уверена, главное для игроков это настрой. Мои дети, это мои дети. Они знают, что им нужно только выигрывать. Они знают, что эти соревнования, опять же, это все для того, чтобы они выигрывали и для того, чтобы мы были всегда первыми. Я только так настраиваю детей. В другом матче сражались сборные Тимрюкского и Крымского районов. С большим преимуществом победили крымчанки. Они забили 19 мячей, а их соперницы всего 7. По игре мы были сильнее в том, что у нас была больше уверенности, и мы были более слажены. Мы стали намного сильнее. У нас появились девочки, новенькие из баскетбола, и они уже добились результатов, как мы. Они вливались месяца за два, они уже стали, как мы все. Видимо, эти факторы и помогли команде Крымского района выиграть бронзу. По итогам соревнований будет сформирована сборная края для участия во всероссийском первенстве по гонболу. Зональный этап пройдет в Волгограде в начале ноября. Татьяна Леонова, Наталья Пьянова и Наталья Пилипко. Телекомпания «Краснодар».